Виолончелист Раудугин. Я ходил с протянутой рукой и клянчил деньги на инструменты. О, да, и кто-то положил миллиард в его протянутую руку. Там камень положил, а тут миллиард. Дали ему в протянутую руку два миллиарда. Вот я для себя записал не только виолончелист, но еще и знатный тенор. Вон как Лазера поет, заслушаешься. Лазарь, конечно, как Лазарь поет. Ну, ничего, спаситель говорил, да, просите и дано вам будет. Попросил, говорит, денег дайте на виолончели. Мы раз-два арбуза выкатили. Вот я для себя тоже пометил, не заявил Раудугин, обратите внимание, никто другой, что это вранье. Он не сказал, что это вранье. Он не сказал, что пойдет вслух. Вообще, что он засудит клеветников и что они подонки. Он это не сказал. Он сказал, ну да, вот там бизнес мне. Я у всех клянчил. А мне мало давали. Поэтому мне друзья предложили открыть бизнес для виолончелика и все. И, кроме всего прочего, он говорил про музыкальные инструменты, которые ему нужны за 11,5 миллионов долларов. Я не скажу с кем, но с очень серьезным музыкантом консультировался. Наверное, вы знаете, что у меня в этой среде достаточно серьезная связь. Так вот, я процитирую, что он сказал. Он сказал, у Раудугина нет ни одного музыканта, класс игры которого улучшил бы инструмент за 1,5 миллионов долларов. Это цитата. Чтобы быть понятно. Ну, я понимаю, что у музыкантов там какое-то соперничество и так далее. Ну, вот так. А ему они нужны были пачками, эти инструменты, чтобы, блядь, улучшить класс игры своих музыкантов. Вот по 11,5 ему там и Гварнери, да, там у Страдивари нужен был, как он говорит. А Мати, наверное, что-то Мати он забыл. Не знаю.